Ребята, утренний мацион под дождём. Смотрите, какая красота! Там вдали жёлтая берёзка, и тут какая высоченная осока! Вообще два человеческих роста. И уже всё, тихонечко, цап-цап-цап, лисичка осенью уже поцапала здесь своими лапками. Очень красиво тут. Облепиха прямо над водой. Вот здесь висит. Так, ребята, пошли. Вокруг озера мы пошли. Тут тропинка, мостики. И смотрите, какие бобры! Целое дерево завалил. Вот такое дерево прям. Ну-ка. А как будто вообще такие зубы. Как будто это... Ну, видно, что зубы. Как будто подделка какая-то. Да. И вон ещё. Там дерево. И мы уперлись в тупик. Смотрите. Сейчас я посмотрю, где мостик перейти. Так. Там нету. Вот там, Коль. Вот там. Есть, да. Туда же пойдём. Вон там, видите, вдали. У него тоже яблок куча. Вот сливка одна. Попробуем. С горчинкой. С горчинкой. Тьфу, выкликнула. О, наш домик там. Ах. Одина у него тут. Вторая открыт. Брёвна. Он приезжал, кстати, один разок или два. Ну, что-то всё открыто. Знаешь, ты же. Просто брёвна и вылажка какая-то старая. Сарая. Вот там наш дом беленький виднеется. Так. Значит, белые. Ход чёрных. Чёрные походили вот так. Значит, король идёт вот сюда. Чёрные вот так жертвуют слона. Шах. Так. Значит, король ест слона. Дальше ферзь идёт сюда. Король идёт сюда. Конь идёт сюда. Вот. Ну, и, в общем, надо идти сюда. Для того, чтобы исправить позицию, чтобы был вечный шах. А они идут, значит, вот сюда. Ну, после этого значит, ферзь идёт сюда. Да. Ну, чёрные тут зачем-то идут сюда, белые. Сюда идут. Ферзь идёт сюда. Ну, и он идёт сюда, дальше идёт сюда. В принципе, тут, конечно, есть ещё один ход. Вот закрыться вот так ферьём. Размен ферзей. Но белые идут почему-то вот, если сюда пойти, здесь мат. Если сюда пойти, здесь мат. Вот такой вот мат. Но здесь ещё, кстати, можно разменять ферзей. Вот так вот закрыться ферзю. Вот. Я тогда ем. Он ест. Ну, и, в общем-то, у меня позиция не очень хорошая. По традиции съедим облепиху. Её мало-мало в этом году. Кстати, она разных сортов, бывает, не такая противная. Ммм. Подмерзала много раз, очень вкусная. Очень прямо, мне нравится. Вот здесь, на этой ветке вкусная. Да. Как до неё добраться. Супер. Маленькая, но вкусная. А вот там, вот там крупная. До неё не добраться. Она вверху. Хотя вот тут внизу какие-то тропы. Смотрите, какое уютное место было бы. Но неизвестно зачем. Посадили облепиху, она колючая. Как вот тут можно расположиться между кустов, когда колючая? Вот видите, большая какая. Не помню. Я думала, что, может быть, ещё разок я войду. Хорошо. Что-то сегодня какой-то сильный ветер. Да, ветерок такой. Основательно. Шуршит. Интересно, и насколько какая тут самая крупная рыбёшка? С ладони или больше? Или меньше? Ну, я ловила здесь с ладони где-то карасей. Три штуки. Да, это когда? Давно, да? Да. В 18-м везду? Да. О, вон какая сейчас плюхнула рыбёха. Да, интересно. Надо пускать на рыбалку. Ну что, мы завершаем сезон или ещё потом? Ну ладно, пока сейчас здесь надо... Это что-то. Это что-то, ребята. Это крутизна. Вообще. Здорово, закалённый. Будешь делиться своими впечатлениями, если они есть? Очень мутно там. Внизу ничего не видно. Ты с открытыми глазами ещё, да, нырнул? Ладно, хорошо. Интересно, тут рыбёха нашу наживку увидит, если мы будем ловить? Может, она ещё... Или с этой? С той. И вот там. Там такое местечко даже сидеть может. Вот так мы можем вот так обойти и посмотреть в эту сторону. Давай. Нет, нет. Не хочешь? Не хочешь вот так, как мы шли домой. Сейчас это мне неохуда побуреломит. Это же лось. Да. Лось бежал только что. Да ты что. Я прям видел такой здоровенный. Думаю, кто там бегает? А я смотрю, почему копыта у нас прямо на тропинке. Именно как будто... Ну, или кабаны, кабанов Рудзи. Я не знаю, здесь есть, нет. Громадный я видела, да. Ничего себе, как он близко сюда подошёл. Да. Я видела белая такая мохнатая задница. А у тебя вообще на камеру было. Ну, нет. Что-то схватило вот это вот среди кустов. Должна была успеть всё снять. Вот это да. Вот это мы не ожидали. Он такой пробежал. Я думаю, кто там бегает такой шумный? Чудо. Неужели он прям лазит у нас по тропинке рядом с нашим домом этот лось? Я думаю, что такой пробежал такой главное. Всё, и такой... А осенью, кстати, у них гон у лосей. Их с ними надо быть очень осторожно. Обходить их стороной. Ну, ты именно видел, что это лось, не что-то другое. Ты думаешь, что лось тебя забодает? Ну, ты знаешь, что... Ну, может быть, это небольшой бычок был такой лосиный. Вот. Но вот где-то вот так вот. Вот. Вот такой вот где-то. И светлая такая задница. Видна. Светлая какая-то. С белыми какими-то пропалями. Седалища. Круп, круп. Задница, это, ну, никуда не хватит. Да ладно. Задница, это литературно. Моя версия такая, что... Что это был козёл. Что это, возможно, был козёл. Потому что цвет шерсти был... Во-первых, длинная очень шерсть. Ну, не занудничайте. Да, да, да. Думаешь, он тебя забодает, да? Ну, он сам меня боится. Он как стеганул. Сквозь кусты. Видимый, невидимый. А вот это, да. Ручеёк и мостик через ручеёк. Ручеёк, по-моему, где-то впадает в озеро, да? Там дальше. Ну, да, да, да. Там впадает. Странные какие-то маленькие эти палочки здесь лежат. Мне иногда кажется... Бруски какие-то. Мне иногда кажется... Нет, это пределы. Прибиты они? Ну, по одному будем проходить, потому что... Мне иногда кажется, что что-то он узнает. Наоборот, туда. Давайте проверим. Ой! Боже! Ой, Николюзька отвлёк меня. Господи! А куда ты? А куда ты в квашню-то? Ой, господи. Нифига себе, какая тут яма. Ну, давай, давай, давай. Ну, я её видела. Вот, смотри, какая яма. Господи, мозг, ты вообще соображаешь? Нет, ты увидела эту яму. Зачем ты мою ногу туда засунул? А, то есть ты увидела и засунул. Нет, ну, я просто, я знаешь, когда отвлекаюсь... Богу ногу в яму засунул. Всё моё внимание, если интересно. Я туда... Вон какая яма, ям ещё. Ужас. Ну-ка, подожди. И Кузька вся вообще ударилась ещё. Слушай, тут мостик. Тут надо перейти и всё. Это увидишь, как человек поранился. Поранился. Нет, сейчас, раз уж снимаем, так вот тебя, например, можно заснять. Когда... Знаете, ручей мы выяснили, вообще сейчас никуда не течёт. Он весной, скорее всего, течёт. А сейчас стоит на месте. Нет, ну, нет, он течёт, но очень еле-еле там заметное течение. Течёт Николюся и к озеру, да. Дело в том, что когда... Обрати внимание. Да. Когда происходит весёлое что-то в кадре, это потом очень интересно смотреть. Ты же знаешь. Вот, например, козлы и бегают всякие. Я сначала думал, что это какой-нибудь кентавр по размерам, потому что он такой, так топотал. Мне больше, скорее, на пана похож, на этого козла. О, ты знаешь, дорогой друг, на островке, где был найден пухлик, пухлик, два героя, которые его нашли, увидели пана. Причём он играл на какой-то неправильной дудочке. Пан же должен играть на вот такой вот свирели, да, когда палочка, 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 много палочек. Да, да, да. А там он почему-то играл на какой-то обыкновенной флейте, совершенно непанской. Причём, что интересно, он как-то повлиял на них таким образом, магическим, что они забыли, что его видели. А мы вот не забыли, понимаешь? Да, пока у нас память не стёрли. Да. А я думаю, кто там бегает всё время по утрам? Кто-то такой шумный. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Попытный. Вот аккуратнее тут дорогу переходит некоторые. Бегает кто-то такой большой, больше, чем кот. Ну, не такой кот, как я, конечно. Ну, какой-то такой большой, большой. Вот здесь ручеёк уже пошире. Да. Вот так вот, называется, ходить вдоль озера очень полезно. Невероятно. Смотрите, какой... А что это за гриб? А это, по-моему, серенький. Под берёзами, да. Ой, пахнет хорошо. Классно. Вот мы нашли первый гриб. Да, первый гриб. Скажи свои впечатления. Скажи свои впечатления. Ну, у меня обычно в октябре пошёл гриб. Это мы пошли. Это мы и пошли. Пахнет, очень хочется потратить сейчас. С картошечкой. С картошечкой, да. А здесь дело в том, что, как правильно мы пошли мимо озера. Сначала мы, значит, встретили какого-то козла. Да. Который бегает тут. Вернее, сначала мы увидели, что местные бобры погрызли половину деревьев. И ещё вот это все пограло. Причём, вроде у нас озерцо-то не особо большое, чтобы тут столько было обитателей. Понимаешь, на такое маленькое озеро. А тут, знаешь, смотри, мало того, что бобры, как козёл какой-то бегает, так ещё и мы, понимаешь, гриб нашли почему-то здесь. Не в лесу, смотри, не в лесу. В лесу мы грибов не находили. А нашли здесь, возле озера, смотри, на тропинке причём. Среди кустов разных, разной пижмы и борщеви, этих, репейника. Среди кустов репейника. Мы же там только что проходили. А, нет, мы там не проходили. Вот, смотри, где тут мы грибатели, да? Ну, здесь не было так много. Не было вот эти вот стены. Там мостики. А может быть, и сейчас вот там пойдём. Видите, сейчас уже всё мельчало. Какой-то странный. Так, судя по всему, он туда вот побежал. О, смотри, как красиво лягушечка. В направлении леса. Симпатичная, симпатичная красная лягушечка. Прямо как мы. Мы такие же симпатичные, да, скажи? Да, странно, что вот смотри, у них всё, да, тёмное лягушечка. Ведь ямы какие-то образовались. Но меня поражается, что вот эта трава, которая произросла. Её не было три года назад. Странно. Очень странно. Тут, я понимаю, они... Это неудобно, здесь, высказывают. Да. Так, какая яркая желтизна. И там вот это вот озеро. Всем ку-ку. Маленький. Это лужа обычная. Какая лужа, ты что? Да, они убирают со своего огорода. Видишь, какой весь вычищенный? Даже травы нет, а огород часто. А почему интересно? А домик маленький. Почему интересно некоторые таблицы? Ребята, смотрите, сколько антоновки выкинуто. Смотрите, какие яблочки хорошие. Вот это собирали, чтобы потом выкинуть. Вот я не понимаю. Это антоновка. Из них много чего можно делать. Надо менять на картошку. Да. Человек предпочитает... Голый участок земляной вот здесь вот. А что это такое у него там стоит? Виноград, что ли? Может быть, слушай... Ну-ка, сейчас подойдем. Смотрите, какие кусты, ребята. И это малина. Нет, это клубника такая садовая. Пойдем, хватит, попарался. Класс! Колько клубники в виде кустов. И все, интересует человека только клубника. Вот это набор ежика называется. Вот яблочко есть и грибок. Видимо, это следы козла, которые мы встретили. ПЕСНЯ Влюбиться пара пустиков, Осенний свет из-за благов, Жар птицы двадцать тысяч лет И за углом кофейня Четыре или пять шагов И нет врагов, и нет долгов, и молод в сорок тысяч лет И за углом кофейня вдоль улиц длинная нога И короткая нога Шатайся, двадцать тысяч лет, и за углом кофейня А в Хельсинки сухой закон И эльфин прибыл за коньяком Он сбросил сорок тысяч лет из-за углом кофейня Свяжу ли смелый век вдвоем? Что в имени тебе моем вопрос на двадцать тысяч лет И за углом кофейня Навстречу плут весьма поэт Он лихо врет, какой дуэт Ищу вас сорок тысяч лет И тут за углом кофейня А в созеркальной глубине Часы и весы точны в полоне Плюс-минус двадцать тысяч лет И за углом кофейня Мы в ней садимся у окна А-а-а, лицом клумней времена А-а-а, шаля на сорок тысяч лет И за углом кофейня Дай-да-дай 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 Субтитры создавал DimaTorzok